Книга «Открытым оком» автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема «Будущее мира. Страшный суд. 16 том. Вопрос 3051. «У последних святых перед революцией было ощущение, что нет никакой Святой Руси, а грядет беда за языческую жизнь?» – это вопрос, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Совсем близко к революции был Иоанн Кронштадтский, но у него о том только проблески, а он плыл в своей славе, в богопочитании от народа и был чрезвычайно двойственным. Один на молитве, и когда вставал, он как бы и не он, а его двойник выходил к народу. И удивительнее всего, что это не видели окружающие и не видят сегодня его почитатели. Иеремонах Михаил, доцент Пятибуржской Духовной Академии, Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, полная биография с иллюстрациями, 77 фото, Москва, 1999. От издательства, архиепископ Лавр, председатель фонда, Святой Праведный Иоанн Кронштадтский, 398 страница, 5000 экземпляров. Страница 16. В семинарии отец Иоанн был старшим над архиерейскими певчими. Эта должность над самой некультурной, пьяной, распущенной в прежние времена частью бурсы едва не сгубила даже Ивана Ильича. Его спасла огромная любовь к матери и помощь Божья. Страница 26. Одно время твердо сложилось у Сергиева решение идти вглубь Северной Сибири и Америки, к неведущим Христа, постричься в монашество и пуститься в миссионеры. Но мало-помалу с этим решением вступили в борьбу новые мысли. Сергиев не мог не заметить, что рядом с ним не менее язычество, чем в Африке. Он видел, что дикари Петербурга знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии. Страница 40. Он стал читать Писание. И как читать? Не всякий читает эту книгу книг одинаково. И отец Иоанн читал не так, как мы. Священное Писание – книга необычная. Его нужно читать, проникая в глубины его до конца, до дна. И отец Иоанн, по собственным словам, годами учился читать Священное Писание, перечитывал страницу за страницей, стараясь вникнуть во все оттенки смысла. Он десятки раз перечитывал святые страницы и, конечно, каждый раз находил действительно новое золото в богатых рудниках Евангелия. Хотя оно ему уже давно и знакомо до слова наизусть. Когда будешь надлежащим образом смотреть на Слово Божие и читать его, то увидишь, как закипит в душе твоей святое стремление ко всему истинному, прекрасному и доброму, или, говоря языком богословским, к Бога подражанию, так как Бог есть высочайшая истина, красота и добро. Страница 44. Он чувствовал с большой глубокой болью падение внимания к службе церковной, усиливающейся равнодушие ко Христу и не склонен был обвинять в том одних слушателей. Нет, тут были виновные совершители. 49. Жили посадские в землянках. Здесь семилетний развратен и вор. 49. Обвиняли отца Иоанна в основании какой-то небывалой секты, упрекали внебрежно будто бы отношение к своим обязанностям и возвращение священного писания. 50. Мало того, стремились доказать, что почтенный пастырь разрушает семейные узы и кичится своим благодеяниями. 50. В 1892 году по 1993 по поводу одной типографической обмолвки, напечатанной о Святой Троице, вместо единства существа, единства существ. 51. И одного неточно понятого богословского термина отца Иоанна стали упрекать даже вне православии, и он смутился. 52. Боялся, что этот вызвавший недоразумение повод вызовет смуту, подорвет доверие к его пастырству. 53. Меня хотят лишить доверия России, сказал он. 54. Римлянам 3.12. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. 54. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. 55. Книга пророка Осии, 11 глава, 7 стих. 56. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывает его горнему, он не возвышается единодушно.